21 августа 1968 года в Чехословацкую Социалистическую Республику для спасения этой страны были введены войска стран Варшавского Договора. Досели эту вынужденную и едва не запоздавшую меру пытаются выдать за оккупацию независимой страны, попрание воли народа и, конечно же, нанесение кровной обиды. А так ли это на самом деле? Взять, например, оккупацию независимой страны. Для начала Чехословакия являлась полноправным членом Варшавского Договора, значит, ее собственная армия входила в военную структуру этого военного блока, и армии других стран-союзников также могли находиться на ее территории. Незадолго до 21 августа 1968 года, кстати, в ЧАЭССР как раз и проходили соответствующие учения, в которых участвовало свыше 16 тысяч только советских солдатов и офицеров. Да, в ходе операции Дунай численность войск Варшавского Договора на Чехословацкой территории возросла, в конечном счете до полумиллиона, но тем не менее речь может идти лишь о количественном, а не качественном изменении их статуса. В противном случае такой же оккупацией можно назвать и размещение американских военных баз на территории любой из стран НАТО, той же Чехии или Словакии, и других союзников США. К тому же официальные оценки вводу войск СССР, ГДР, Болгарии, Польши и Венгрии как оккупации просто не было со стороны высших органов власти ЧАЭССР, ни со стороны президента Людвига Свободы, ни со стороны Народного Собрания, ни со стороны ЦК КПЧ. Отдельные заявления по радио, в том числе по спешно развернутой с помощью Запада сети подпольных радиостанций были, но это что называется личное мнение тех, кто в этих студиях выступал. Ни чехословацкая армия, ни другие силовые структуры, ни просто государственные органы приказа о сопротивлении этой якобы оккупации не получили. Да и война Прагой в связи с якобы агрессией ей тоже не объявлялась. Уж кто-кто, а чехословацкие дипломаты при ООН никакому давлению советских оккупантов не подвергались. То есть при желании вполне могли бы сделать соответствующее представление в секретариат Организации Объединенных Наций, потребует созыва Совета Безопасности и прочие действия. Однако ничего не произошло. Ничего этого сделано не было. Ни дипломатических демаршей, ни вооруженного сопротивления, за исключением провокации отдельных диверсантов, ни распуска органов власти, не говоря уже об официальной ликвидации чехословацкой государственности. Иного и быть не могло. Ведь несмотря на все попытки антисоветчиков, всех мастей представить тогдашние события в ЧССР как единодушный порыв народа к свободе, такого единодушия не было и в помине. Точно так же, кстати, как и в годы перестройки в Союзе Советских Социалистических Республик. Как ни пытались тогда государственные средства массовой информации, отданные на откуп трубодором перестройки вроде Александра Николаевича Яковлева, создавать иллюзию единодушной поддержки начатым губительным реформам. Недаром даже за несколько месяцев до развала великой страны, две трети ее населения высказалось за сохранение Союза на референдуме 17 марта 1991 года. Так и в Чехословакии. То, что группировка реформаторов захватила политическую власть, и группировку эту поддержала часть вечно либеральной творческой интеллигенции и такой же вечно фрондирующей молодежи, отнюдь не означало поддержки большинства населения. Недаром реформаторский глава Министерства внутренних дел Йозеф Павел, на словах ратуя за свободу и демократию, тайно строил в горах концлагеря для противников своего якобы демократического режима. Даже в президиуме КПЧ ввод войск поддержало пять членов, преимущественно словаков. Они же, собственно, и написали письмо руководству братских социалистических стран с просьбой такого ввода. При семи членах против. Никита Сергеевич Хрущев в 1957 году тоже оказался в президиуме ЦК в меньшинстве. Большинство потребовало его отставки. Однако пленум ЦК КПСС эту инициативу не поддержал. И тот, пусть и не самый положительный лидер коммунистической партии Советского Союза, остался на своей должности еще на семь лет. И в ЧАССР вскоре после августа 1968 года состоялись пленумы местного ЦК, где были приняты куда более здравые кадровые и политические решения, чем в бытность безраздельной власти в партии Александра Дубчика. А еще в начале августа 1968 года фактически ультиматум клики Дубчика поставили в народной милиции, рабочем ополчении, подчинявшемся непосредственно Компартии, с требованием принять надлежащие меры против нарастающего разгула контрреволюции. Сходные настроения были и в органах госбезопасности, да и в армии тоже. Иначе никакой приказ президента и министра обороны не удержал бы солдатов и офицеров в казармах, если бы они действительно воспринимали ввод войск дружественных стран не как помощь в наведении порядка, а как оккупацию. Были ли в ЧАССР массовые акции протеста? Ну, это смотря с чем сравнивать. Если глянуть, например, на многотысячные протесты желтых жилетов во Франции, также регулярно и жестоко подавляемые держимордами местной образцовой демократии, так чехословатские протесты на этом фоне кажутся детскими играми в песочнице. А если сравнивать с событиями студенческой революции в той же Франции в том же 1968 году, так вообще играми ясельной группы, блин. Тогда ведь в Париже значительную часть реальных властных полномочий взяли на себя революционные органы. И, как сообщал в приватном разговоре с советскому послу Анатолию Федоровичу Добрынину, член руководства правящей Деголевской партии Лео Аммон, французские власти всерьез задумались над возможностью ввода в страну войск НАТО. Как это и было предусмотрено в основополагающих документах этого блока, известный политик позднесоветской эпохи Валентин Михайлович Фалин вспоминал, что 16 августа 1968 года в телефонном разговоре с Леонидом Ильичом Брежневым чехословацкий лидер Александр Дубчик сам просил о вводе войск. В архивах есть телефонограмма этого разговора. Но отрицать очевидно глупо. И протесты, и глубокое недовольство части чехословаков действительно были. Ну так и, чё с того? В США вон во время предпоследних до нынешних президентских выборов чуть до новой гражданской войны между демократами и республиканцами не дошло. Да, кстати, и реальная гражданская война между севером и югом, взаимно недовольными друг другом, в 1861-65 годы действительно вспыхнула. Причём её жертвами стало с обеих сторон около миллиона человек. Из тогдашнего всего 30 миллионов населения Америки. В Чехословакии же и самые скрупулёзные исследователи преступлений советского режима не смогли насчитать более сотни жертв операции Дунай. При том, что и число погибших военнослужащих стран Варшавского договора сравнимо с этой цифрой. Согласитесь, как-то не сильно тянет на единодушное неприятие оккупации. Даже в Венгрии, чьи бойцы в 68-м защищали завоевание социализма у соседей, 12-ю годами раньше, во время подавления контрреволюционного мятежа в Будапеште, жертв было на порядок больше. А может быть, свидетельством единодушного неприятия советской оккупации чехословацким народом являются нынешние радикально антироссийские настроения в стране? Снос памятников советским воинам-освободителям, антироссийские демарши Праги и прочее? Всё из-за нанесённой в 1968 году обиды? Но тут начнём с того, что нет уже никакого чехословацкого народа. Кончился. Чехословацкая социалистическая республика очень ненадолго пережила своего угнетателя, а на самом деле спасителя государственного единства своей страны, СССР. В начале, после откровенного издания второго переработанного пражской весны, бархатной революции, точнее контрреволюции 1989 года, которую, кстати, разбирал, из названия чехословацкого государства исчезло упоминание о том, что оно является социалистическим. А потом ЧСР распалась на свои составные части. ЧИС. Чехию и Словакию. Да, мирно. После референдума о разводе. Но факт есть факт. Что поделаешь, как оказалось, единство двух соседних народов только и возможно, что на основе социализма. Борьбы за права людей, труда без разницы в национальности, а вне этого строя вверх берут националистические элиты, каждая из которых жаждет грести под себя. А потому к союзным государствам и наднациональным органам власти относятся без симпатии. Но всё-таки, дыма без огня не бывает. Вот войск СССР и союзников здорово обидели граждан бывших ЧССР. Но тут опять же не всё сходится. Словакии, например, особо антироссийскими настроениями ныне не отличаются. В их стране ко власти периодически приходят политики, относящиеся к РФ вполне лояльно. Но и потом, если вот войск для подавления контрреволюционного мятежа обязательно считается вековой обидой, то, наверное, венграм обижаться на Россию надо гораздо больше. Их ведь национально-освободительное движение. Ещё в далёких 1848-49-х годах австрийская монархия смогла подавить лишь с помощью войск фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича, посланных императором Николаем Первым Павловичем. Но вот войск советских в Будапешт осенью 1956 года тоже из памяти венгров не выветрился. Тем не менее, именно венгерское руководство из всего Европейского Союза проводит наиболее взвешенную в отношении России политику. Просто потому, что защищает в первую очередь интересы собственного населения, а не глобалистских элит и их агентов на местах. Потому на последних выборах правящая партия вновь получила внушительную поддержку в две трети избирателей. А небезызвестный уроженец Венгрии, Дьордж Шорош, более известный нам как Джордж Сорос, считается там откровенным врагом народа. А еще один пример, конечно же, демонстрирует Украина. Республика, чье население даже минимально трезвомыслящее. Местные политологи признают не угнетенной, а соимперской нацией, добавляя, что колонии в космос ракет не запускают, чей уровень жизни всегда был повыше, чем соседний РСФСР. Но где ныне, тем не менее, из каждого утюга доносится стоны о «вековом угнетении украинского народа злобными москалями». Применительно же к Чехословакии, если говорить о каких-то там смертельных обидах, то лучше о том, как благословенный Запад сдал с потрахами независимость этого государства Гитлеру в Мюнхене в 1938 году. Я это событие, кстати, тоже разобрал. Тогда лидеры США, Великобритании и Франции устроили между собой чек и сообщили президенту Чехословенске Эдварду Бенишу, что помогать ему бороться с притязаниями Берлина на Судитскую область не собираются. Те же политики совсем не озаботились уже о полной аннексии Чехословакии в марте следующего 1939 года с отторжением от нее Словакии, с установлением там марионеточного режима священника Йозефа Тиса. Этот период в истории Словакии я также разобрал. И все для того, чтобы облегчить фюреру его Дрангхнах Остен завоевательную войну против Советского Союза. Для чего этот чудовищный режим в западной демократии, собственно, холили и лелеяли все предыдущие годы. У меня про это целый плейлист есть, называется «Кормление усатого пса». Пса, потому что Гитлер по тотемному животному дворовый пес. А Сталин, кстати, дворовый кот. Ну ладно, это мы отвлеклись. Когда чешские демократы стянают о том, что Лондон и Вашингтон не захотели освободить их от Гитлера, забрав в орбиту своего влияния, вместо этого отдав коммунистам, они не понимают очевидной истины. Без Советского Союза и его Красной Армии чехам не светила бы вообще никакая государственность. Равно как, впрочем, и большинству оккупированных Германией стран Европы. Американцы, в принципе, устроили бы вяло текущий конфликт между Третьим Рейхом и Советским Союзом. Так, чтобы ни одна из сторон не смогла бы взять верх. О чем недвусмысленно говорил тогда еще вице-президент США Гарри Трумэн, считая, что помощь Советскому Союзу должна быть очень дозированной. Но чтобы Берлин на равных мог противостоять Москве, ему, конечно же, нужны были усилия промышленности всей тогдашней единой Европы, в состав которой в качестве протектората Богемии и Моравии входили и нынешние обидчивые и обиженные чехи. Так что, не подойди Красной Армии к границам Германии в 1945 году, чехи так и оставались бы жить в своем оккупированном гитлеровцами протекторате. И жить недолго, пока не ассимилируют. Но вместо этого получили после освобождения советскими войсками восстановленную до довоенных границ страну с ликвидацией последствий западного предательства. Да, Закарпатье забрали, но цену надо знать, и тогда это, кстати, всех устроило. В Чехословакию даже политиков в первые послевоенные годы довоенных возвратили. Того же президента Бениша, отца сдачи немцам независимости своей страны в 1938-39 годах. Так что не в вековых обидах дело, а в обычном желании халявы, надежды на кусок пожирнее и принятии того, что единственную ценность для Запада, новая восточноевропейская демократия представляет лишь в качестве мелкой шавки, лающей на Россию. А уж под эту политику тысячи пропагандистов и подводят надлежащую базу, всячески демонстрируя удачную попытку спасения государственного единства и социально-экономической модели в интересах всего общества Чехословакии в 1968 году, предпринятую странами Варшавского договора. Такие дела, господа. Поддерживайте меня на Boosty, там ролики выходят на месяц раньше, соцсети в описании. Огромной вам удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok